МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вначале коротко о главном. Праздник воинской славы и доблести. Как День защитника Отечества отметили в области ЖТСУ? Под крышей дома. В Талдыкургане еще 60 семей получили ключи от квартир. Как решается жилищный вопрос в областном центре? Вкусно и полезно. В Исклидинском районе налажено производство перепелиного мяса и яиц. Какие планы у руководства фабрики? Поезд здоровья. По областям Казахстана начал курсировать железнодорожный состав с необычным назначением. Какие медицинские услуги предоставляются жить? На коне. В Алматинской области проживает девушка-кок-парши, которой всего 15 лет. О чем мечтает юная наездница? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник мы отметили один из самых объединяющих праздников, олицетворяющих гармонию и согласие в нашей стране. 1 мая. С Днем Единства народа Казахстана граждан поздравил глава государства. Президент страны пожелал всем процветания и благополучия. А также напомнил, что согласие издревле считалось важным элементом достойной жизни. Он пожелал казахстанцам крепить единство народа, которое позволит вознести страну к новым вершинам. Стоит отметить, что торжества по случаю Дня Единства прошли во всех уголках нашей страны. Ярко и масштабно праздник отметили в ЖТСУ и Алматинской области, где проживают представители более 100 национальностей. Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. По словам президента, вместе с Днем Победы эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинам независимого государства. Поздравляя граждан страны с этим важным днем, Касым Жумартукаев выразил благодарность соотечественникам, обеспечивающим стабильность и безопасность нашего государства, и пожелал всем благополучия и успехов. В честь Дня защитника Отечества во всех регионах Казахстана прошли праздничные мероприятия. От имени руководства Алматинской области и края ЖТСУ военнослужащие отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Специально для виновников торжества подготовлены концерты. О том, как День защитника Отечества отметили в Талдыкургане, смотрите в следующем материале. Сильная армия – оплот мира и суверенитета страны. А человек в военной форме – образец высокой ответственности и искреннего патриотизма. Поэтому День защитника Отечества можно по праву назвать всенародным праздником. В драматическом театре имени Бекен Римовая прошло торжественное мероприятие в честь военнослужащих области ЖТСУ. Глава региона Бейбатасабаев поздравил присутствующих и выразил благодарность всем, кто стоит на страже защиты страны. Президент страны, верховный главнокомандующий вооруженными силами Казахстана, обозначил перспективы развития нашей армии новые механизмы национальной безопасности, в первую очередь нацеленные на сохранение независимости и территориальной целостности нашей страны. Мы верим в вас, надежных защитников отчизны, вашу преданность, присяги, крабрость, решительность и профессионализм. Еще раз поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, родными и близкими, дальнейших успехов в службе Родины. В честь Дня защитника Отечества Бейбатасабаев за добросовестное выполнение гражданского долга по поддержанию мира и увековечивание героического пути наших предков вручил почетные грамоты и благодарственные письма 17 военнослужащим и членам ветеранских организаций. Кроме того, за спасение 84-летней женщины от пожара, который произошел в январе этого года, сержант воинской части 18404 Эрик Осымбеков был награжден медалью Ель-Крухана. Услышав крики в подъезде, я выбежал на площадку. От соседей узнал, что в одной из квартир произошел пожар. Не раздумывая, проник в помещение и быстро эвакуировал пожилую женщину в безопасное место. Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем защитника Отечества. Пусть в нашей стране всегда царит мир, спокойствие и благополучие. Наравне с мужчинами уверенно несут службу и представительницы прекрасной половины человечества. Они доблестно исполняют воинский долг и вносят свой вклад в защиту Родины. Я в армии 2010 года, начальник аптеки военного госпиталя города Талдыкурган, капитан Тантабаева. В семье имею четверо детей, многодетная мама. Поздравляю вас с Днем защитников Отечества 7 мая. Желаю всем сильного духа, чтобы армия наша процветала. Торжественное мероприятие продлилось праздничным концертом. Со сцены театра имени Бекен Римовой звучали патриотические песни в исполнении местных артистов. А танцевальные коллективы порадовали зрителей красочными выступлениями. По особенному День защитника Отечества отметили военнослужащие края ЖТСУ, уже отслужившие в армии. Выполнив свой долг перед Родиной, они вернулись домой. И это радостное событие совпало с майскими праздниками. Со всеми почестями в торжественной обстановке молодых людей встретили на железнодорожной станции Уштобея в Каратальском районе. На перроне в счастливом ожидании стояли не только родственники военнослужащих, но и военный оркестр. По словам родителей, этот день навсегда останется в их памяти, как один из самых значимых. Наш корреспондент продолжит тему. Для семи выходцев края ЖТСУ служба войсковой части 27-943 города Усть-Каменогорск осталась позади. Призванные в ряды казахстанской армии год спустя они вернулись домой, с честью и достоинством выполнив свой долг перед отчизной. Причем каждый из молодых людей считает, что прошел настоящую школу жизни, которая закалила характер и превратила некогда юных ребят в настоящих мужчин. А их возвращение символично тем, что День защитника Отечества и приближающийся День Победы они смогут отметить уже в кругу своих семей. Я с честью выполнил свой долг перед Родиной. Казалось, только вчера я ушел в армию, а год службы уже пролетел. За это время нас многому научили. Мы прошли военную и тактическую подготовку на полигоне, учились владеть оружием. И в этом нет ничего сложного. Поэтому я призываю всех казахстанцев выполнить свой воинский долг. Традиция торжественно провожать новобранцев в армию давно сложилась в нашей стране. А вот встречать уже от служивших солдат – новшество. По мнению военнослужащих, подобные мероприятия способствуют формированию патриотических чувств в молодежи. В этом году планируем отправить в армию более 800 человек из области ЖТСО. Хочу отметить, что такое мероприятие по встрече отслуживших в армии бойцов станет традиционным. Ведь, глядя на прибывших ребят, наша молодежь будет видеть живой пример того, что служить в армии почетно. В целом по области ЖТСО призыву подлежат около 9 тысяч человек. Стоит отметить, с недавнего времени для военнослужащих, отслуживших в армии, созданы условия для поступления в ВУЗы на платной основе. Причем, по итогам собеседований, без учета результатов единого национального тестирования, а наиболее достойным бойцам, отличившимся в период срочной воинской службы и достигших высоких результатов, в боевой и теоретической подготовке будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта ВУЗа. В этом году свой воинский долг Родине смогут отдать 37 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. И это на 2 тысячи больше показателя прошлого года. Только весной в армии призвано около 18,5 тысяч молодых ребят. В том числе свыше 7,5 тысяч вооруженные силы, около 3,5 тысяч в пограничную службу и более 6,5 тысяч военнослужащих в национальную гвардию. К слову, представители последнего из названных подразделений отныне будут следить за обеспечением общественного порядка в городе Кунаев. Четыре дня в неделю около 150 военнослужащих-гвардейцев и участковых инспекторов методом пешего патрулирования будут находиться на страже безопасности гостей и жителей областного центра. Подробности у Рожан-Кнеебаевой. 3 мая 2022 года указом президента Алматинская область была разделена на два региона. А город Ковшакай стал новым административным центром. Спустя год в этот исторически для нового областного центра день состоялось не менее важное событие. На центральной площади было организовано торжественное мероприятие, в котором приняли участие начальник департамента полиции и руководство войсковой части 5571 имени Героя Советского Союза гвардии полковника Бауржана Момышела. При патрулировании всему задействованному личному составу необходимо принять меры по пресечению, раскрытию преступлений и не допущению правонарушений, а обеспечить охрану общественного порядка. В вечернее время необходимо особое внимание уделить увеселительным заведениям и местам скопления граждан. При институте службы требую быть бдительным и вежливым при обращении с гражданами соблюдать законы и правопорядок. Стоит отметить, внедрение службы пешего патруля осуществлено по инициативе Министерства внутренних дел. Главная цель принятой меры – обеспечить безопасность жителей и гостей областного центра. По словам правоохранителей, отчитавшихся на торжественном собрании, уровень преступности в регионе за последнее время снизился, а показатели раскрытия правонарушений, наоборот, растут. Специалисты также уверяют, нововведение, а именно внедрение практики пешего патруля положительно скажется на поддержании порядка и безопасности граждан в целом. «За всю историю существования города впервые вводится практика внедрения пешего патрулирования нашими военнослужащими. Первостепенной задачей мы ставим безопасность наших граждан, как жителей Кунаева, так и гостей областного центра». Боеннослужащие, войск национальной гвардии и участковые инспекторы с понедельника по четверг с полудня до семи часов вечера будут следить за соблюдением правопорядка на улицах города. На начальном этапе уточняется их маршрут и время патрулирования. «Соблюдение общественного правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения – это наши прямые обязанности. По городу Кунаев в ежедневном пешем патрулировании будут задействованы порядка 150 гвардейцев, а также сотрудники управления полиции. В настоящее время уже разработано 30 маршрутов. Отчёт о проведённой работе в рамках патрулирования будет каждый день направляться в областной департамент полиции». На этой неделе депутаты комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий посетили с рабочим визитом область ЖТСУ. В городе Талдыкурган состоялось расширенное совещание с участием главы края Вибитоя Сабаева. Делегация провела деловую беседу с руководителями местных исполнительных органов и представителями агропромышленной сферы. Депутаты Сената парламента также побывали в Искельдинском, Кербулакском и Панфиловском районах. В Жаркенде состоялась встреча с руководителями крестьянских хозяйств по вопросам развития региона и реализации проекта АУЛ-Ель-БСГ. Народные избранники ознакомились с проводимой в районе работы и ответили на интересующие фермеров вопросы. В числе проблем, с которыми сталкиваются аграрии, недоступность субсидирования и льготного кредитования. В рамках рабочей поездки сенаторы также ознакомились с работой нескольких предприятий региона – Крахмалопаточного завода и Товарищество Универсал, где производятся полипропиленовые мешки. Все поднятые в рамках встреч вопросы депутаты пообещали взять под контроль и приложить все силы для их решения. Аида Ахметова продолжит тему. Область ЖТСУ является аграрным регионом на карте страны, а потому региону оказывается непрерывная поддержка в развитии сельского хозяйства. В текущем году из бюджета выделено порядка 46 миллиардов тенге, которые в основном были направлены на субсидирование производства, осуществление программ сельских и крупных проектов, в том числе ремонт водохозяйственных систем. Наряду с этим для области приоритетным остаётся увеличение производства сахарной свёклы. Нашей основной целью является обеспечение казахстанцев сахарным песком по доступной цене. В соответствии с указом главы государства мы принимаем для этого все необходимые меры. Нами проведена немалая работа, и как результат объём сахарной свёклы увеличился вдвое, по сравнению с предыдущими показателями. В ходе совещания были подняты ряд актуальных вопросов, в числе которых и снятие утилизационного сбора за сельскохозяйственную технику. Наряду с этим фермеры края выразили пожелания по упрощению системы закупок фосфора. По мнению аграриев, поспособствуют обеспечению своевременной поставки удобрений. Отметили они и необходимость увеличения субсидии, выделяемой на закупку семян и на обновление оросительных систем. Это связано с тем, что большая часть ирригационной сети региона протяжённостью более 7 тысяч километров устарела. Также был отмечен ряд вопросов по сфере государственной информационной системы по выделению сельскохозяйственных субсидий. Как следствие, по словам фермеров, они могут лишиться господдержки. Был рассмотрен объём выделяемых субсидий, потому что в крайний раз он обсуждался в 2020 году. С тех пор мы пережили несколько инфляций. Цены на доллар топлива выросли. Все эти факторы привели к удорожанию семян. После совещания депутата Сената посетили пашни из Кельдинского района. На месте делегация ознакомилась с оросительными сетями и состоянием гидротехнических объектов. Народные избранники также встретились с фермерами Кирбулагского района. Увидели арсенал агротехнического оснащения, выслушали планы работ. Следующим пунктом рабочего визита стала средняя школа села Кугаллы. Учебное заведение, построенное около полувека назад, за время существования ни разу не ремонтировалось. Из-за старой системы отопления здесь очень холодно зимой. Причиной теплопотери в школе здесь также стали и щели в оконных рамах. Наряду с этим в селе не завершен и капитальный ремонт Дома культуры. Подрядная организация выполнила только 75% строительных работ. Самое большое впечатление мы получили от встречи с аграриями. Так как именно там были обсуждены ряд важных вопросов сельского хозяйства. Всю основную выемку из переговоров мы перенаправим в правительство и Министерство сельского хозяйства. И сами будем содействовать в решении данных проблем. В аграрном комитете есть депутаты из области ЖТСУ. Думаю, что именно с их легкой руки появится возможность решить все вопросы незамедлительно и на должном уровне. Решению вопросов в сфере сельского хозяйства большое внимание уделяет руководство края ЖТСУ. Сейчас в районах идет посевная кампания. На особом контроле возделывание сахарной свеклы, посевы которой в этом году по области увеличены и доведены до 8 тысяч гектаров. Один из перспективных в этом плане районов – Коксуйский. На этой неделе Акимобласти Бибит Сабаев посетил данный регион и ознакомился с ходом проведения весенних полевых работ. Также глава края побывал на строящихся объектах района, встретился с местными жителями и лично проверил стоимость социально значимых продуктов на прилавках торговых центров региона. Все подробности в материале. Главная котельная села Балпык-Би Коксуйского района сдана в 2010 году. Ее мощность свыше 15,5 гигакалорий в час. Котлы работают на жидком топливе и природном газе. Но сегодня остро стоит необходимость замены старых котлов, отметило руководство предприятия. На данный момент к центральной котельной подключены 34 социальных объекта, а также 43 частных и 48 многоэтажных домов. Этот список в скором времени пополнится. В июне в районном центре планируется сдача 60-квартирной многоэтажки. Аким области ознакомился с ходом строительства. Генеральный подрядчик, строительная компания Жаркент Алгыр. Объект стоимостью в 1 миллиард тенге возводится по программе Нурлежер. А значит, кредитное жилье здесь смогут получить очередники района, представители социально уязвимой категории граждан и работники бюджетной сферы. Либи Тасабаев поручил держать на строгом контроле качество строительства, не забывая при этом о создании условий для людей с инвалидностью в строительстве пандусов. 80% работ уже завершены. Сейчас чистовая отделка. Кладем кафель, проводим установку сантехники и делаем электрическую проводку. В общем, завершаем работу. Еще один важный социальный объект для района – школа на 120 мест с мини-центром в селе Бискайнар. Новое образовательное учреждение состоит из трех блоков. Строительство учебного заведения стоимостью свыше 1 миллиарда тенге было начато в ноябре прошлого года. Подрядчик – известная в регионе фирма АК «Констракшн Компани». Осмотрев будущие классы, строящиеся школы, глава региона остался удовлетворен проведенной работой. Завершено в районе и строительство спортивной игровой площадки на территории села Акшатаган. Для полноценного отдыха детей и взрослых здесь предусмотрены подвесные качели, карусели, игровые комплексы, спортивное поле, беседки и скамейки. Кроме того, подрядная организация из собственных средств провела работы по озеленению нового объекта. При посещении площадки глава края сделал подарок ребятне, вручив им футбольные мячи, а также встретился с местными жителями и выслушал их пожелания. Был проведен капитальный ремонт в школе в нашем ауле, построен ФАП. На каждой улице проведено освещение, заасфальтированы дороги. И на сегодня в селе лишь одна проблема – это газификация. В этом году по области 20 населённых пунктов будут подключены к газу. В селе Акшатаган в текущем году начнём подключение. Совершим в следующем году. Ознакомился глава края с ходом проведения весеннеполевых работ. В этом году по области в два раза увеличены посевы сахарной свёклы. Возросли посевные площади под сладкий корнеплод и в Коксуйском районе. Одно из крупных хозяйств региона Кайнар Коксу засеяла данной культурой 80 гектаров земли. Фермеры надеются собрать примерно по 500 центнеров с гектара. От урожайности сельхозкультур во многом зависят и цены на продовольствие. Аким области поручил держать на контроле стоимость социально значимых товаров. Сегодня в районе открыто 14 социальных уголков. Четыре такие лавки находятся в селе Балпыгби. Здесь через СПК ЖТСУ реализуется продукция по ценам ниже рыночных. Именно в четырёх точках цены на продукты ниже. И в разных пунктах разный ассортимент. В преддверии Дня Победы Беби Тасабаев также посетил единственного в районе ветерана Великой Отечественной войны Николая Огнева, воевавшего в составе 233-й стрелковой дивизии. Глава края поздравил участника войны с праздником, выразил ему слова благодарности и пожелал крепкого здоровья. К сожалению, в Коксусском районе, как и в любом другом регионе страны, проблемы всё ещё есть. Больше всего население волнует вопросы обеспечения жильём, развития сельского хозяйства, ремонт дорог, проведение газификации и водоснабжения. Эти темы были подняты на встрече Акима области с жителями данного региона в рамках обсуждения социально-экономического развития края. На всех вопросах, которые озвучили собравшиеся, Биби Тасабаев остановился подробно, подчеркнув, что приложит усилия для их решения. Тему продолжит Кундес Нурмухамбет. Пришедших на личный приём Акима области Жецуби и БТИ Сабаева в основном интересовало решение проблемы с питьевой водой, а также получение жилья. Наболевшими вопросами с главой края поделились пять жителей Коксусского района. Стоит отметить, что ни одно из их обращений не осталось без внимания. Аким области заверил, что уже в ближайшее время он лично посодействует решению всех озвученных вопросов. Я суть вопроса понял. Я признаю, что по отношению не только вас, по отношению всех оставшихся 42 граждан Республики Казахстан, местные исполнительные органы поступили неисправедливо и незаконно. Диалог с жителями района продолжился на общей встрече с населением, на которой БТИ Сабаев подробно рассказал об итогах проделанной работы за прошедший год и планах по Коксусскому району на будущее. Так, в сфере здравоохранения в прошлом году начато строительство семи объектов на сумму более двух миллиардов тенге. Уже введено в эксплуатацию два медучреждения. Остальные пять будут сданы в этом году. Кроме того, за счет средств местного бюджета возведено 12 блочно-модульных медпунктов. В 2023-2025 годах в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения и за счет средств местного бюджета будет построено еще 116 медицинских объектов. Также, по словам Акима области, до конца 2025 года будут полностью газифицированы 26 населенных пунктов района. В прошлом году к голубому топливу подключили 12 сел, то есть уже 28 тысяч человек получили доступ к газу. Всего за 22-23 годы на газификацию района было выделено 1 миллиард тенге. Готовые проекты по строительству газораспределительных сетей в 12 населенных пунктов, численностью населения более 10 тысяч человек. Это селы Жар-Люжек, Алгабас, Талапты, Кернарал, Ахтыкши, Житржал, Кызлтоган, Айнаблак, Конжилдак, Казахстан, Женгс, Ахшатоган, Бостоган. Жители Куксусского района имели возможность напрямую задать волнующие их вопросы, один из которых подняла Валентина Барабашева. В 2014 году мы уже где-то прозвучали, что у нас уже провели газ. Потом там выясняли какие-то прокуратуры, там все работали над этим вопросом. В 2020 году я тоже была на встрече, нам пообещали до 2023 года газ проведен. Сейчас я может быть что-то недопоняла, но поняла, что где-то только в 2024 году будет. Вот хотелось бы услышать какие-то гарантии, потому что у нас люди уже стареют, я уже за это время постарела. Дело в том, что, знаете, центральный магистраль газовая, они были подведены аж в 2019 году. Прошло три года, пандемия была, нашим газовикам много непонятные, понятные, объективные, субъективные причины помешали. В Ахшатуране у нас проект стопроцентно готов, прошел экспертизу, на 2024 год нам деньги заявлены. Мы попросили, если в этом году в республиканском бюджете будет экономия, это где-то в августе-сентябре, мы начнем в этом году. Но в завершении в 2024 году 100% завершим. И в середине 2024 года в Ахшатуране будет газ. В числе обратившихся к главе региона и жительнице села Балпыхби Саидов Саитова. Представительница родительского комитета озадачена вопросом ремонта спортивных площадок в образовательных учреждениях. В нашем поселке есть несколько школ, у которых не отремонтированы спортплощадки. Есть такая школа имени Нурмудалда Бергенова, вторая школа имени Курманова. И еще одна школа у нас, это станция Куксу, Муканчицкая школа. Мы хотели бы вас попросить выделить средства на ремонт этих спортплощадок для детей. Мы обращались по этому вопросу в управление образования области ЖТСО. В свою очередь они пообещали выделить нужные средства. В списке поднятых на встречу с главой региона вопросов и проблемы, касающиеся отсутствия пастбищных земель и других угодий сельскохозяйственного назначения. По словам жителей села Лабаса, Бегала-Мусалинова, в населенном пункте насчитываются более 200 крестьянских хозяйств. Но из-за географических особенностей этой местности половина из этих ферм не имеют возможности для полноценного выпаса скота. Аким области поручил заместителям решить данный вопрос совместно с представителями лесного хозяйства. Наряду с этим актуальной проблемой для района остается вопрос уборки и хранения мусора в одном из сел региона. Бейбат Исабаев поручил руководству района взять ситуацию под контроль. В Балпак-Пи в последнее время очень много стало стихийных свалок. Их года два назад вообще не было. При том, что у нас в нашем селе имеется компания, которая вывозит мусор. Жители вывозят мусор на каждый перекресток получается же. И потом Акимат собирает. Это же неправильно же. В Балпак-Пи имеется три компании, которые занимаются именно вывозом мусора. Действительно бывает жители, которые нередивые жители, выносят мусор на улицу, и мы убираем из этого мусора. Также мы сами включаем договор и забираем мусор в компании. Таких стихийных свалок у нас не имеют. А жители села Талапты просят помощи в решении вопроса, связанного с дефицитом питьевой воды. По словам сельчан, низкое давление в скважинах стало одной из причин отсутствия живительной влаги. В частности, для тех, кто проживает в верхней части села. Ответственные специалисты заверили, что уже в этом году проблема будет решена. В настоящее время ведутся соответствующие работы. В целом, в рамках двухстороннего диалога Бейбаты Исабаева с жителями Куксусского района были затронуты наиболее актуальные, требующие своевременного решения вопросы. Глава края, подводя итог встречи с населением, отметил, что каждое озвученное обращение будет взято на особый контроль и доведено до логического разрешения. Как известно, практически 80% обращений во время встреч с населением касаются жилищного вопроса. И стоит отметить, что в ЖТСУ данная проблема постепенно решается. Так, на этой неделе в Панфиловском районе сразу четыре многодетные семьи стали счастливыми обладателями новых апартаментов. Стоимость каждого дома оценивается в 8 миллионов тенге. Кроме того, меценаты выделили дополнительно по 500 тысяч тенге, дабы оснастить новое жилье необходимой бытовой техникой и внутренним оборудованием. Стоит отметить, в настоящее время в данном регионе ведется строительство четырех жилых 60-ти квартирных домов. Объекты будут сданы в эксплуатацию в конце года. Также выделены средства на проектно-сметную документацию и инженерно-коммуникационную сеть для строительства 10-ти 60-ти квартирных домов. В целом, в Панфиловском районе в очереди на жилье стоят свыше 4,5 тысяч человек. В Талдыкургане эта цифра гораздо больше. В областном центре, в своей очереди, на квадратные метры ожидают более 15 тысяч жителей. В этом году ключи от квартир получат около 2 тысяч из них. На этой неделе 60 семей уже стали обладателями собственного жилья. Новоселье отмечают очередники из категории социально уязвимых слоев населения. Это многодетные семьи и ветераны-афганцы. Торжественное вручение ключей провел Аким области ЖТСУБи Битасабаев. В центре событий побывал и наш корреспондент. В рамках государственной программы Нур-Лыжир счастливыми обладателями жилья в городе Талдыкурган стали представители социально уязвимых слоев населения, многодетные семьи и ветераны-афганцы. В поздравительной речи глава региона отметил, что работа по обеспечению жильем граждан ведется полным ходом. Администрации города наверстываются упущенные, так как в прошедшие три года квартиры не выдавались по государственным программам. Жилищный вопрос – один из самых насущных. Благодаря принимаемым мерам в этом году мечта многих талдыкурганцев станет реальностью. Мы сдаем в эксплуатацию рекордный объем жилья. Примерно 13% очередников обретут крышу над головой. До конца года в целом по области мы планируем ввести порядка тысячи квадратных метров жилья, из которых 50% за счет бюджета, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. Поддержку нам продолжают оказывать меценаты. Благодаря им в талдыкургане сдали 60-ти квартирный дом. Буквально на днях новоселье справили многодетные семьи в Панфиловском и Гербулакском районах. Жизнь 60 семей изменилась в одночасье, благодаря государственным программам, по которым построены эти жилые комплексы. Все они оснащены необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. Для удобства новоселов шаговой доступности и школа, и детский сад. Качество домов отличное. Аким области сам лично осмотрел квартиры. Он высоко оценил проделанную нами работой. Однако в проекте не были учтены пандусы для людей с особыми потребностями. Мы исправим ситуацию, и в течение 10 дней нашей организации за счет собственных средств будет установлен складной электрический пандус. Стоит отметить, счастливых обладателей жилья ожидал еще один подарок. Глава края Бейба Тасабаев посетил несколько человек, чтобы поздравить счастливых новоселов с радостным событием. Символичным подарком для них стал новый телевизор. Этого долгожданного момента Шамшия Бану Абеова ждала около 20 лет. Многодетная мать, ветеран труда, отличник образования Казахской ССР. Заслуг этой благородной женщины не с честь. Она в свое время преподавала географию и биологию, а также работала директором вечерней школы. Вместе со своим мужем Мухаммадиевым Тлеули Ата они прожили 63 года. Совместно противостояли горестям, и радостных моментов за всю совместную жизнь было немало. И сегодняшний день не стал для них исключением. Я очень счастлива сегодня. Необыкновенная радость переполняет мое сердце. Квартира мне очень нравится. Я очень благодарна всем. Желаю казахстанцам счастья и мирного неба. Многие из новоселов не скрывали своих эмоций. Ведь люди ждали этого события долгое время. У многодетных матерей спал груз в плеч. Отныне они не будут кропотливо собирать деньги, чтобы оплатить вовремя аренду съемного жилья. Счастливым событием этот день стал и для ветеранов-афганцев, прошедших через горнила войны. Очень рад. Словами не могу высказать. Рядом школа, рядом детсад. Что и что надо. Все есть здесь. Все новое здесь вокруг. И сегодня день какой прекрасный, ясный небо. Пусть процветает Казахстан. Спасибо всем. В настоящее время по области ЖТСУ в очереди на жилье состоят порядка 15 тысяч человек. Из них около 7 тысяч из категории социально уязвимых слоев населения. По словам Акима области ЖТСУ Бейбата Сабаева, в будущем будут приложены усилия в обеспечении жильем, чтобы снизить количество очередников до 5 тысяч. В этом году в Талдыкургане планируется сдача в эксплуатации 51 жилого дома. 42 из них построены за счет местного бюджета. В ближайшие два месяца после завершения строительно-монтажных работ по благоустройству и проведению инженерных коммуникаций, только в 9 микрорайоне ведут в эксплуатацию 40 жилых многоквартирных домов. Среди них 31 кредитный и 4 арендных. Наряду с этим в рамках социальной ответственности меценатам ТОО «Демео Констракшн» готов к распределению дом на 60 квартир в 8 микрорайоне. Всего до Нового года на Василье отметят около 2 тысяч семей. Аида Ахметова, Ержан Дюссен, Телеканал ЖТСУ Вы смотрите программу АПТА. Субъекты малого и среднего бизнеса продолжают получать государственную поддержку. Как отметил президент, сегодня развитию предпринимательства необходимо уделить особое внимание, устранив препятствия для его становления. В регионах успешно реализуются госпрограммы. Так, в рамках проекта «Бастау Бизнес» с начала года только в одном Толгарском районе гранты получили 17 граждан. В целом, безвозмездную финансовую поддержку в этом году в районе планируется предоставить 86 жителям. Для всех желающих открыть свое дело прием документов начнется в мае. С теми, кто уже сумел построить бизнес благодаря господдержке, пообщалась наша съемочная группа. «Изначально я все делала на заказ, сидя дома. Позже начал расти спрос. Постепенно начала увеличивать количество продуктов. Сейчас мы готовим 30 видов полуфабрикатов». Это жительница города Толгар Айдана Тимирбекова, мать троих детей. По профессии химик-технолог, магистр Казахского национального университета. Сейчас женщина в декрете. Чтобы не сидеть без дела, Айдана решила заняться любимым делом. Встав к плите, она начала готовить самсу, которая оказалась по вкусу не только членам семьи. Так домашнее хобби стало перерастать в собственное дело. Узнав из соцсетей о проекте «Бизнес-баста», женщина прошла обучение и получила безвозмездный грант. Открыла небольшой магазин, где реализует свою сдобу. «На предоставленный грант нашла такой магазин по улице. Здесь созданы все удобства. Сейчас со мной работают ещё два человека. На сегодняшний день мы можем своевременно выполнять заказы. Ещё за эти деньги приобрела такую технику, как морозильник и другие необходимые атрибуты для моей работы». В этом году в Толгарском районе 17 малых предпринимателей, таких как Айдана, прошли курсы «Бизнес-бастау» и получили государственный безвозмездный грант в размере 1 миллиона 380 тысяч тенге каждый. Государственный грант в этом году планируется предоставить 86 гражданам. Уже получили такой грант 17 человек. Продолжение программы, то есть приём документов, начнётся в мае этого года. Ещё в рамках национального проекта на 2021-2025 годы молодёжная практика, первое место работы, общественные работы, трудоустроено более тысячи человек. По проекту Кумыс ЖАС появилась главная новость. Если раньше в проекте участвовали только люди старше 60 лет, то теперь смогут участвовать и граждане старше 50 лет. Для этого надо обратиться в Центр занятости и получить постоянную работу по своей специальности. Половина из заработной платы будет выплачиваться со стороны работодателя, а другая половина финансируется государством. В этом году по этому проекту мы увеличили наши планы до 130 человек. Ещё много предложений от различных учреждений для граждан старше 50 лет. К настоящему времени на постоянную работу трудоустроено 86 граждан. Мы уверены, что до конца текущего года полностью выполним план. Стоит отметить, что по области более 4 тысяч граждан находятся в категории безработных. С начала текущего года Центром занятости уже трудоустроено более 2 тысяч человек. Аружант Ниебаева, Индира Ильханова, Курможенко Сымжанулы, Хангельда Ахмедханов, Телеканал ЖИТСУ. Успешно реализуются бизнес-проекты в населенных пунктах края ЖИТСУ. В Ислитинском районе налажено производство перепелиного мяса и яиц. Три года назад в регионе была открыта фабрика «Салемкус». Их продукция пользуется спросом внутри республики и сейчас планируется зарубежная реклама. Стоит отметить, данная компания – одна из крупнейших в стране фабрик, занимающихся разведением перепелок. И на достигнутом руководство предприятия останавливаться не намерено. В планах увеличение численности птиц до 300 тысяч. Дамир Бериков расскажет более подробно. По своим физическим качествам перепел птица небольших размеров. Однако пользы от такой миниатюрной красавицы немало. Опираясь на это, семья Серкужаевых открыла собственное дело. Причем бизнес стартовал с 200 цыплят. Сейчас их число превысило 150 тысяч. Тяжелый труд предприимчивых сельчан оправдался с лихвой, говорят предприниматели. В среднем за день у нас производится от 25 до 30 тысяч яиц, когда как в год более 600 тысяч. И это вовсе не предел. Мы рекорды ставили, когда за год получили более миллиона яиц перепела. Перепелиные яйца обладают лечебными свойствами. В свое время ими кормили жертв атомной бомбардировки в Японии. Мясо перепелки тоже полезное. Это вкуснейший деликатес и диетическая еда. Оно востребовано даже в арабских странах. Не менее актуальна продукция и в Казахстане. Семейное предприятие Серкужаевых было открыто в 2020 году. Инвестиционные затраты составили 1 миллион долларов в сбережении семьи предпринимателей. Местные власти поспешили помочь новой фабрике. И в скором времени здесь появился свет. В будущем планируется подключиться к природному газу. Бизнесу еще потребуется немало ресурсов для развития. Лишь бы были субсидии для отрасли. С надеждой говорит Самбат Серкужаев. Нам, как молодой компании, тоже требуется государственная помощь. Мы неоднократно просили субсидии, но для подобных предприятий они не предусмотрены. В этом году было особенно тяжело, продукция не продавалась, потому что в январе и феврале ребром встал вопрос о логистике, так как зима выдалась очень холодная, много снега выпало. Наш транспорт не смог проехать по дорогам, так как сами перепелиные яйца также требуют определенных температурных условий. Хотелось бы получить поддержку государства в решении этих проблем. На птицефабрике трудятся 50 человек. Все они жители села Ешкольмес. Техника же вся зарубежная. Особенность этого предприятия – в инкубаторе. Его вместительность – 56 тысяч яиц, из 80% которых успешно вылупятся цыплята. Каждые пять дней в инкубаторе появляются 14 тысяч цыплят. Их разведение – дело непростое, но очень выгодное, ведь каждый только что родившийся цыпленок через 40 дней сам начнет приносить потомство. Перепелка – птица капризная, потому в корме содержится более 20 типов разнообразных добавок. Среди них – соя, рыба, пшеница и многие другие натуральные продукты. Даром ничего не пропадает, ведь птицы несутся ежедневно. В интернете можно найти советы о том, как кормить перепелок, что норма кормёжки за один раз – это 25-30 граммов. Но эти мнения на самом деле в корне неверны. Птица должна быть обеспечена кормом постоянно. Для полноценного её развития должны быть созданы все условия – выдержана температура, влажность и освещение. Стоит отметить, Салемкус – одна из крупнейших фабрик в стране. Разводчиков перепелок много, однако успех таких начинаний оставляет желать лучшего. Предприниматели из Искельдинского района всё же верят в своё дело и трудятся, не покладая рук. Сейчас на территории фабрики идут строительные работы. Бизнесмен хочет довести количество птиц до 300 тысяч и дополнительно создать ещё 50 рабочих мест. Богатства ему не нужны, он лишь желает поднять престиж родного края и повысить благосостояние односельчан. Отрадно, что в сфере предпринимательства уделяется внимание полезной пище. Ведь здоровье, как ни крути, главное богатство. И каждый человек должен следить за его состоянием, поскольку всегда проще предупредить заболевание, а не лечить его, страдая от последствий. В этом вопросе очень помогает скрининг населения. Благодаря проводимой работе снижается общий уровень смертности. Диагностика заболеваний на ранней стадии позволяет проводить более эффективное лечение. В прошлом году благодаря скринингу в области ЖТСУ было выявлено около 2,5 тысяч пациентов с заболеваниями системы кровообращения и порядка 7,5 тысяч жителей области отправлены на дообследование по новообразованию. В регионе действует 8 передвижных медкомплексов, в числе которых автобусы и КАМАЗы. Теперь же у казахстанцев, проживающих на отдаленных станциях и в малых населенных пунктах, появилась еще одна возможность проходить бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов. По областям Казахстана начал курсировать медицинский поезд. В купе находятся врачебные кабинеты и даже лаборатория. На этот раз железнодорожный состав прибыл на станцию Таскарасу Игурского района. К слову, это его пятая по счету остановка. Моя коллега Айсулу Жандосова продолжит тему. Медицинский поезд «Жардем» — это социальный проект АО «Самрук Казна» и фонда социальных проектов акционерного общества «Казахстан-Тимыржола». Реализуется совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Железнодорожный состав оснащен современным диагностическим и медицинским оборудованием. Кабинетами УЗИ, флюорографией, небольшой операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного подключения к интернету и прочим необходимым оборудованием. К нам обращается любой граждан. Этот проект под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и социально-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Поэтому самое главное, особое внимание – это женщина. Любой гражданин, проживающий в малой станции, мы работники станции, сами железнодорожники, все это медицинская, юридическая, медиативная помощь оказывается на бесплатной основе. Полностью сопровождаем, пока не будет результата. Уникальный поезд начал движение 26 апреля из города Алматы. Его маршрут проходит через отдаленные села и населенные пункты Казахстана. Ведь именно там люди нуждаются в качественных медицинских услугах. Вместе с этим жителям будут оказаны бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначение пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Всего в поезде услуги оказывает 21 специалист. К нам обращаются, можно сказать, так, что от общей населения где-то 15-20%. По сравнению с детьми, люди в возрасте больше обращаются. Но условия есть, но то, что длительная дорога, все равно трудно, тяжело. Находиться постоянно в дороге и работать без выходных, но все ради блага народа. По словам сотрудников передвижного центра медицинского и социального обслуживания, в основном обращаются люди пожилого возраста. Особенно популярны услуги стоматолога, офтальмолога, невропатолога и кардиолога. Вместе с этим в одном из кабинетов в виде купе можно сдать анализы крови и вскоре получить результаты. Как дают медсестра, мне принесут анализы, где-то через 15 минут уже забирают результаты пациента. Вот сейчас сделаем, результаты распечатаем, потом и отнесем терапевту. Терапевт дальше пациентам объясняет и выдает им назначение. У взрослых в основном, сейчас в данный момент, у взрослых очень много, густой кровь, короче. Нужно отметить, что для участия в акции привлечены профессиональные и опытные медиаторы и юристы, а также бесплатно представлены услуги по оказанию эффективной психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах. Что касается местных медиаторов, у нас есть профессиональные и общественные медиаторы в каждом регионе. Реестр общественных медиаторов ведут местные исполнительные органы. Если вдруг аулда в селах, если какие-то бывают конфликтные ситуации, тогда общественные медиаторы, они разрешают этот вопрос. С самого прибытия желающие получать услуги специалистов заполнили тамбур железнодорожного состава. Многие из-за дальнего расположения долго не могли получить необходимые им консультации. Большинство обратившихся выражают огромную благодарность всему составу квалифицированных специалистов. Я пришел сюда, чтобы проверить свое сердце. Честно говоря, очень обрадовался, когда услышал, что сюда приедет поезд со всеми специалистами. Я также благодарен врачам. Они меня обследовали, все разъяснили, проверили мое сердце. До этого я тревожился от незнания. Теперь я спокоен, потому что получил назначение врачей. Отметим, что поезд начал свой путь в Алматинской области. Станция Таскарасу Уйгурского района – это только пятый пункт. Состав продолжит свой маршрут через все 17 регионов страны. Конец тура состоится 6 декабря в Жамбылской области. Здоровье человека также зависит от правильного образа жизни. И это не только питание, но и спорт. К примеру, верховая езда благоприятно сказывается на многом. Она способствует профилактике болезней системы кровообращения, дыхательной и пищеварительной системы. Влияет на психологическое состояние. По мнению специалистов, контакт с лошадью помогает нормализовать самочувствие человека. Он становится более спокойным. Существует немало конных видов спорта. Один из традиционных для Казахстана – это кокпар. Впрочем, сегодня эта игра популярна не только у нас, но и у всех жителей Средней Азии. Причем как среди мужского населения, так и среди прекрасной половины человечества. В Алматинской области проживает девушка-кокпарши, которой всего 15 лет. Юная спортсменка приобрела известность благодаря видеоролику, опубликованному в сети. Скакать на коне она умела уже в 5 лет. Сейчас в национальной игре кокпар она ничем не уступает парням. Подробности узнаем в следующем сюжете. Алт-Найер Камбек живет в селе Жаланашки Генского района. Для девушки, которая с самого детства приучена сидеть в седле, быть наездницей в столь юном возрасте неудивительно. Ее обучением и развитием навыков верховой езды занимался отец. С малых лет девушка росла с любовью к животным и страстью к лошадям. Моя дочка с детства увлекалась кокпаром, и никто ее в этом не упрекал. Поэтому я считаю, что у нее есть право участвовать в этой игре. Она на полном скаку камень с земли поднимает, а в кокпаре любому фору даст. Когда степные обычаи, национальные традиции исчезают на фоне урбанизации, отрадно видеть, что наряду с парнями спортивных жеребцов обуздывают хрупкие девушки с крепким степным характером. Отметим, что Алт-Найер увлекается национальной игрой в кокпар уже более одного года. Конь – это моя жизнь. Садишься на такого коня и чувствуешь себя намного сильнее, увереннее. На кокпаре я как рыба в воде. Не знаю, такой азарт не передать словами. Как оказалось, мать девушки, кокпарша, изначально выступала против ее увлечения. Учитывая то, что девочка совмещала учебу и хобби, несмотря на то, что это занятие занимает много времени и сил, для мамы переживать за дочь, которая по природе нежная и чувствительная, вполне уместна. Когда моя дочка была маленькой, я очень боялась, что она упадет с лошади. Но со временем начала уже привыкать, что она катается верхом. Алт-Найер с детства любила лошадей. Когда была еще ребенком, у нее был маленький же ребенок. Она сама его кормила, ухаживала за ним, и они вместе играли. Чтобы усмирить спортивного жеребца, нужен характер. А кокпар – игра не для людей со слабым духом. Этот вид национального спорта способствует появлению личностей сильных и волевых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok